В доме номер 68 на улице Центральной в момент пожара находились люди. И как бы сложилась их судьба, неизвестно, если бы не четверо молодых людей из города Щелково, которых сейчас можно назвать настоящими героями. Рискуя собственными жизнями, они спасли незнакомцев. Началось все с того, что мы с пацанами гуляли, в соседнем дворе ждали Сашу друга. Пошла его мама, тетя Аня, она говорит, что вы стоите, смотрите, там типа детский садик горит. Мы такие, пошли смотреть, видим, там дым полыхает, капец, думали детский садик. Андрюха побежал, короче, через забор прыгать начал, хотел разбудить этих охранников, которые в детском садике работают. Оказалось, что это вот этот дом горел сзади садика. Я такой бегу, пацаны говорю, там дом горит, надо что-то делать. Я думаю, может там люди будут, прибегаем сюда, тут дом полыхает. Он говорит, пойдем посмотрим, есть люди или нету. Мы подходим ближе, начинаем кричать, там есть кто, если нету, там не слышим, там вот с того окна нам стучаться и просят, так как бы, о помощи. И мы сразу побежали вырывать доски с окна. Двум мужчинам и девушке, которые оказались в старом заброшенном пылающем здании, потому что забрались туда с целью распития спиртных напитков, очень повезло. Большинство из собравшихся на месте происшествия помочь не пыталось. Люди просто снимали пожар на камеры своих мобильных телефонов. А вот герои нашего сюжета не побоялись оголенных искрящихся проводов, стекол и черепицы, летящих с верхнего этажа и крыши, а также, конечно, едкого дыма и огня, которые на момент спасательной операции объяли уже большую часть дома. И начали уже, получается, отдирать остальные доски, потому что там был маленький проем. И увидели там двух человек, получается, женщина и мужчина. Женщину поначалу мы вытащили, я ее отсадил туда, и там уже, получается, парня остального последнего вытащили. Из спасенных никто не пострадал. Но позже выяснилось, что на втором этаже погиб бездомный мужчина, который обосновался в уже не жилом доме. За поистине храбрый и героический поступок исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Сергей Горелов вручил ребятам благодарственные письма, а также небольшие сувениры. Наверное, каждый из нас не знает, как себя поведет в той или иной ситуации. Но то воспитание, которое дали этим ребятам, их родителям, то воспитание, которое они получили в школе, в дальнейшем учебных заведениях, в которых на сегодняшний день учатся, не дало им остаться в стороне.